День добрый, дорогие друзья! Наконец-то я добралась до своих компанул. Пришло время их доставать. Оно, конечно, пришло уже давно, но я только сейчас смогла позволить и выбрать время их доставать. Как они у меня зимовали? Они у меня зимовали, видите, за мной стеллаж. Как раз на четвертой полке стеллажа они стояли всю зиму на подсветке. Я их периодически поливала, ухаживала за ними, в каком они состоянии. Давайте мы сейчас вместе с вами посмотрим, и что же с ними дальше делать. Компанулы у меня растут в разных емкостях и объемах. Вот ящик, тоже очень удобно, красиво. Этот большой, такой небольшой горшок, этот тоже небольшой горшок. Это уже мисочка, она такая более приличная, по-моему, литров шесть. И каждый объем требует определенного количества. Если у меня в ящике, то тут раз, два, три, четыре, по-моему, четыре компанулы. Это компанула махровая, вот видно по цветочку, да? И у меня всякие разные они, компанулки есть. Что с ними делать? Смотрите, в каком состоянии я их достала. Кстати, они у меня все лето находятся на улице. Я их заношу только в зиму на хранение. А летом они радуют себя и показывают очень прекрасно на улице. Мне нравится, когда они на улице радуются и красоты. Все любуются, все родные, близкие, прям приятно. Это жених. Смотрите, в каком он состоянии. В хорошем состоянии. Кстати, вот с этих растений, с некоторых были сняты черенки зимой. Я их черенковала. Но на примере, давайте, вот этой невесты. Невеста эта тоже вот махровая, видно. Что с ней делать? Видите, какие длинные плети остались. Зимой они у меня даже цвели. Что с ними делать? Конечно же, сейчас мы будем это все обрезать. Вот посмотрите, если посмотреть поближе, да, мы увидим очень много засохшей листвы. Эту всю засохшую вот так вот листву, ее нужно будет убрать, чтобы не провоцировать на гниение. Она нам не нужна. И вот эти как раз самые длинные уже ветви, которые... Тут хотя вот молодой побег, я его не оставляю. Я эту длинную ветвь прям практически под корень обрезаю и убираю. Я напомню вам, что я делюсь именно своим опытом. Я так делаю. Возможно, вы как-то по-другому делаете. Но то, что я делаю, меня вполне устраивает, потому что растения радуют и ведут себя очень хорошо. Вот тоже длинная плеть. Мы ее тоже обрезаем. Обрезаем таким вот образом, да. Тут еще немножко цветет, но я ее тоже обрежу. Почему обрезаю? Мне нужно спровоцировать рост свежей зелени и обязательно для того, чтобы в дальнейшем растение хорошо цвело. Что я еще дальше сделаю? Вот эти я тоже все обрезаю, потому что мне нужны молодые, свежие, зелененькие побеги. Я затем обработаю от клеща для профилактики. Я обязательно подкормлю растения. Кормить буду плантофитом, либо плантофолом можете покормить, либо что у вас есть, это не так важно, формулой. У меня есть формула 2020. Почему ей? Потому что мне нужно, чтобы корневая вела себя хорошо, для того, чтобы зеленая масса нарастала, и для того, чтобы бутонов было много, чтобы бутонизация хорошо тоже формировалась. Поэтому я вот это вот все, это длинненькое, все ненужное, я все подобрежу и все уберу. Что произойдет в дальнейшем с этим растением? В дальнейшем, конечно же, произойдет нарастание вот таких вот маленьких ребятенышей, как я их называю. Это растение было обрезано где-то неделю или полторы назад. И как вы видите, посмотрите, с пазух начинают расти зелененькие маленькие побеги. Их очень много. И в дальнейшем будет тоже очень много. Давайте поближе покажу. Вот видно их хорошо. И это растение, я его не подкармливала, я его подкормлю вместе со всеми растениями. И оно уже покажет. Этого жениха я тоже почищу от сухой вот этой листвы. И очень-очень много. Если посмотреть, как же обработаю, подкормлю. Уберу вот эти отсветшие, всякие листики, цветочки. Вот они, видите, обязательно обстригу. И, знаете, будет летом. Красота, красотищная. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Помните, красота спасет мир. Идем делать мир краше. И ухаживаем за растениями. А какова красота. До скорых встреч, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.